Эта страна появилась на карте мира после распада Югославии. Геноцид, преступления на рациональной почве и гражданская война. За всем этим внимательно следили во всем мире. Тогда тяжело было себе представить Сербию в Европейском Союзе. С тех ревион прошло около 20 лет. Проблемы у Сербии остаются, но страна уверенно направляется к членству ЕС. Я приехала в Белград и встретилась с премьер-министром Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить дальнейший путь Сербии. Господин премьер-министр, очень рада, что вы согласились встретиться с нами в программе «Глобальный диалог». Сербия поставила перед собой цель вступить в ЕС. Когда вы думаете ее достигнуть? Это вопрос не времени о наших действиях. Мы делаем все возможное, чтобы продвигаться на нашем пути в ЕС и выполнять наши обязательства перед ним. В частности, разделять все больше европейских ценностей. В Европейской комиссии возникла некая усталость от постоянного расширения границ ЕС. А Сербии, похоже, уже надоел этот длительный процесс. И вы заявили, что Европейский Союз не относится к вам с уважением. Почему так? Это потому, что я очень честный и искренний. Я никогда ничего не скрываю. Многие политики на Востоке и Юге Европы часто льстят чиновникам Евросоюза. Я же просто говорю то, что думаю. Что вас беспокоит? Вы сказали о некой усталости от расширения в ЕС. А у нас такая же усталость от ожидания. Мы приложили множество усилий и инвестировали не только наше время, но всю нашу энергию, политическую волю. Во время этих процессов мы провели жесткие экономические реформы в Сербии. Мы достигли многого в диалоге с косовскими албанцами. И после всего этого мы видим, что к нам даже не относятся с должным уважением. Это не то, чего мы ожидали, и не считаем это нормальным. А как насчет нормализации отношений с Косовым? Видят, одна из наибольших проблем, и сейчас ситуация выглядит не самым лучшим образом. Это может стать тем самым непредалимым препятствием для вашего правительства. Мне кажется, что нам удалось достичь многого, хотя это было и непросто для нас. Это очень и очень большая проблема, но мы продолжили диалог с косовскими албанцами. Недавно мы сделали шаг вперед, подписали план реализации договоренности о правосудии и судебной системе. Мы решили вопрос о гражданской защите, о муниципальных бюджетах для четырех северных муниципалитетов, сербских муниципалитетов в северной части Косова. К тому же мы все еще ведем переговоры о телекоммуникационных и энергетических вопросах. Но в одном из последних докладов Европейской комиссии по Сербии говорится, я процитирую, важно, что возобновляется диалог на высоком уровне. Но в то же время этого диалога нет. Ведь бывший премьер-министр Косова, а ныне министр иностранных дел Хашим Тачи, должен был приехать в Сербию на встречу, посвященную региональному примирению. Но он отложил визит, узнав, что будет арестован, как только появится на территории Сербии. Соответственно, диалога на высоком уровне нет, иначе он смог бы приехать. Диалог на высоком уровне существует и проходит 2-3 раза в месяц. Хашим Тачи знал о том, что его арестуют, если он пересечет границу. Это ограничение еще с 1999 года. Так что это абсолютно не новость для него, а скорее своего рода политическая игра. Но мы общаемся друг с другом. Мы с ним встречались где-то 32 раза. Так это была провокация? Вы знаете, вы говорите со мной не так, как я привык. Я не критикую политиков из нашего региона. Я этого не делал даже тогда, когда стоило бы ответить. Я делаю все возможное, чтобы избежать этого. Просто он сказал, что это отсутствие политической воли с вашей стороны? Отсутствие политической воли? Вы бы хотели, чтобы наше правительство имело полномочия отменять приговоры? Я не думаю, что это было бы воспринято как демократическая ценность, которой мы могли бы гордиться. Весь мир нас критиковал бы за это. И в целом нет такой необходимости. Ведь он знает, что мы можем встретиться, когда и где он захочет. Только не здесь? Да, конечно, только не здесь. Есть решение суда, о котором он хорошо знает. И это было изначально так. Это своего рода политический вопрос для него. С политической точки зрения, Косово – это очень сложная проблема. Но мне кажется, что для сербов это еще и эмоциональный вопрос. Это было хорошо видно всему миру в октябре прошлого года, во время отборного матча Евро-2016 между Сербией и Албанией, когда с трибун кто-то запустил над футбольным полем беспилотник с албанским флагом. Это была ужасная провокация против нас, и это было сделано специально. Но мне кажется, что мы отреагировали достаточно хорошо. Мы защищали албанцев, игроков и болельщиков. Тогда никто не пострадал. Что и показывает эмоциональное отношение сербов к этому вопросу. И можете ли вы... Это показало, что кто-то хотел спровоцировать нас. И еще это показало, что мы отреагировали спокойно. Мы не были агрессивны. Ведь впервые после 70 лет премьер-министр Албании Эдди Рамо приехал в Белград. И я его принимал. А затем мы еще раз виделись с ним здесь, в Белграде. И еще где-то через неделю я поеду в Тирану. И это станет первым визитом премьер-министра Сербии в Албанию за последние 8 лет. Поддерживает ли народ политику разрядки в отношении Косова? Я не могу вам сказать точно, но моя работа заботится об интересах этой страны. И делать что-то ради наших людей. Честно говоря, не имеет значения, поддерживают ли такое решение вопроса все люди в этой стране и за рубежом. Мы ответственны за то, чтобы принести этой стране по-настоящему хорошие результаты нашей работы. Мы хотим видеть этот регион тихим и стабильным. Вот что нам нужно. Приближается 20-я годовщина Дейтанского мирного соглашения и резни в Сребренице. Как вы думаете, когда будет возможно для региона оставить прошлое позади, переступить через него? Я могу вам сказать, что это основополагающий вопрос политики сербского правительства. Мы инвестируем в политическую и региональную стабильность. Впервые за 70 лет мы установили неплохие отношения с Албанией. Мы говорили между собой несколько раз, причем не только в Брюсселе, но также здесь, в Белграде. Сейчас мы продолжим диалог в Тиране. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины, конечно же, учитывая интересы Сербии. Кроме того, мы ведем диалог с Боснией, которую мы считаем ключевой для стабильности в регионе. У нас очень хорошее отношение с Черногорией, лучшее с тех пор, как страна стала независимой. У нас прекрасное отношение с Македонией, Венгрией, Болгарией и Румынией. Мы создали специальную группу, в которой сотрудничаем. Никогда раньше Сербия не была в таких хороших отношениях с соседями. Но конфликты на национальной почве остаются и взрываются с новой силой, как это было недавно. Конечно, именно про это я и говорю. Я всегда обращаю на это внимание, потому что нельзя убить эмоции людей, но можно сделать что-то против таких вещей. А эти годовщины, которые я упомянула, 20-я годовщина Дейтонских соглашений, 20-я годовщина Резни в Сребренице. А еще в этом году 20-я годовщина операции «Буря», когда сотни тысяч сербов были изгнаны из Хорватии. Вы были министром информации у Слободана Милошевича. Когда вы оглядываетесь в прошлое, чувствуете ли вы дискомфорт? Есть ли некое чувство стыда за свою роль в тот период истории Сербии? Насчет министра информации мне отвечать легко. Да, я чувствую дискомфорт по поводу информационного законодательства, которое я тогда предлагал. Я чувствовал себя очень неуютно в той ситуации, но я был искренен с моим народом. Это было очень глупое законодательство. Я признался в этом тысячу раз. Притеснение иностранных СМИ? В определенном смысле закон это разрешал. Но это не было самоцелью. Это было непреднамеренно, но привело к таким последствиям. Именно поэтому я заявил об этом открыто и публично. Я не скрывал этого. Но это было в такое время? Но все это не имело ничего общего с войнами. Как насчет ваших выступлений перед парламентом в те времена? Есть видеозапись, на которой вы говорите, что за каждого убитого серба будет сотня убитых мусульман. Это было выдернуто из контекста. Конечно, я делал много глупых заявлений, но не в этом случае. Это было абсолютно выдернуто из контекста. Так вы этого не говорили? Не в этом смысле, не в этом контексте. Но в любом случае я ничего не скрываю. Конечно, я говорил много глупых вещей. Все же есть некоторые подозрения к вам, к вашей должности министра информации. В этом контексте мы получили вопрос от Александра Кокотовича. Он спрашивает, как бы вы сравнили уровень свободы прессы сейчас и в те времена? Ведь сейчас есть беспокойство относительно свободы слова в Сербии. Я думаю, очень легко говорить что-то против меня. Но я вас уверяю, в стране царит полная свобода СМИ. Конечно, всегда может быть лучше, и я буду делать все возможное, чтобы отстаивать свободу прессы. Все могут критиковать меня, все, кто захочет, как захочет, и в любых СМИ. С этим нет никаких проблем. Почему тогда в последнем докладе ЕС говорится о, цитирую, «ухудшении условий для полноценного воплощения права на свободу слова?» И почему Сербия упала в мировом рейтинге «Индекса свободы слова» на 13 пунктов? Что бы они ни говорили, мы согласовали с Европейской комиссией три различных закона о прессе и приняли их в парламенте. Но в реальности принимать законы – это одно, а воплощение их в жизни – другое. Насколько свободны СМИ в Сербии? Так я и думаю, хотя многие люди с этим не согласятся. Я всегда готов прислушаться ко всем замечаниям и создать еще лучшие условия. Я этого совсем не боюсь. Почему же тогда вы иногда называете СМИ лживыми? Нет, это не так. Просто когда обо мне говорят неправду, то я отвечаю. Я думаю, что это и есть демократия. Я имею право сказать, что я на самом деле думаю. Или это запрещено? Я так не считаю. Еще одной неотъемлемой частью процесса вступления Сербии в Европейский Союз является соответствие внешней политики страны условиям ЕС. В Брюсселе возникла обеспокоенность относительно санкций, которые ЕС вел против России, так как Сербия решила не принимать в них участие. По этому поводу у меня есть вопрос Тахмеда Альфина, который спрашивает, приведет ли Сербия свою внешнюю политику в соответствии с политикой ЕС. И я добавлю от себя, если так произойдет, то вы окажете ситуацией, когда придется следовать указаниям Европейского Союза, и это будет некомфортно для Сербии. Сербия уже делает это, несмотря на то, что мы еще не являемся членами Евросоюза и должны заботиться о наших собственных интересах. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Я думаю, что мы действуем ответственно. Я говорил с Петром Порошенко, Украина также поддерживает нашу территориальную целостность, а также... Но когда дело доходит до вопроса санкций, если вы будете продолжать свой путь, вы будете... Мы должны заботиться о нашей экономике. Вот, скажем, если Нидерланды ввели санкции в отношения России, то они получают миллиарды в качестве поддержки от Европейского Союза. Готовы ли вы дать нам миллиард для наших сельскохозяйственных продуктов? Нет, я так не думаю. Это означает, что мы должны сами думать о наших крестьянах, наших фермерах и о нашем государственном бюджете. Но, наверное, вам придется сделать выбор между ЕС и Россией. Не станет ли ценой этого выбора ваша дружба с Владимиром Путиным? О какой цене вы говорите? Потому что это не отображает нормальную сбалансированную позицию. Мы стали на путь евроинтеграции, членство в ЕС, наша стратегическая цель. Но, с другой стороны, мы действительно хотим сохранить хорошее отношение с Россией. Тут речь не идет о каких-то личных взаимоотношениях. Вы считаете, возможно, в данной ситуации остаться сидеть на двух стульях? Речь не идет о двух стульях. Наша стратегическая цель – членство в Евросоюзе. Но мы просто хотим иметь доброе отношение с Россией. О наших европейских устремлениях я публично говорил Путину совершенно открыто, как сейчас говорю вам. А Ангеле Меркель я открыто говорил, что мы хотим сохранить также хорошее отношение с Путиным. Такова наша политика. Если говорить об экономике, Сербия страдает от кризиса, начиная с 2009 года. Ваше правительство утвердило очень жесткие меры суровой экономии. Но мы также видели, в том числе на примере Европы, что меры жесткой экономии не всегда дают желаемый результат. В Европе экономический кризис остается острым, что дает вам уверенность в том, что жесткие меры будут эффективными в Сербии. Я просто оцениваю первые результаты и вижу, что даже МВФ изменил свои прогнозы по поводу темпов нашего роста. Сначала они говорили о падении на 1%, затем на 0,5%. Теперь они говорят, что рост будет нулевым, но я уверен, что рост будет. Экономика выйдет из рецессии уже в этом году. И это всего за год ужесточение монетарной политики. В каждой стране, которая сталкивается с подобной ситуацией, народ должен сплотиться в поддержке таких мер. Но многие опасаются утечки мозгов, когда лучшие из лучших покидают Сербию. Наша зрительница спрашивает, что вы делаете для того, чтобы самые образованные и квалифицированные кадры не уезжали из Сербии? Мы делаем все, что в наших силах. Это действительно проблемы для Сербии, но не только. Похожая ситуация и в Румынии, Болгарии, Польше, других странах Юго-Восточной Европы. Лучший способ противостоять этому явлению – создать в самой стране более благоприятный бизнес-климат, чтобы открыть новые экономические перспективы, дать надежду людям на перемены к лучшему. Именно этим мы и занимаемся. Я надеюсь, что через 2, 3, 4, 5 лет многие уехавшие вернутся из-за границы, поскольку у нас в стране будут созданы такие же условия, как во многих странах Западной Европы. Вы выглядите очень усталым. Кажется, что работа руководителя просто изматывает. Это на самом деле так? Нет, я не стремился выглядеть усталым. Я всегда считал себя готовым бороться и отстаивать свои идеи. Возможно, я показался вам более медлительным, чем вы ожидали, но я всегда полон энергии и готов сражаться за лучшее будущее для сербского народа. Тут для меня нет никаких проблем. Ваша политическая карьера начиналась во времена Слободана Милошевича, а теперь вы ведете страну совсем другим путем. Что, по-вашему, делать человека лидером? Маргарет Тэтчер любила говорить, что лучшие решения далеко не всегда оказываются популярными, и те меры жесткой экономии, которые легли в основу наших действий и жестких экономических реформ, наш народ воспринял без особого энтузиазма. Но я убежден, что в конечном итоге народ Сербии осознает, что эти меры были лучшим рецептом оздоровления, который мы могли предложить в то время. Если вы имеете в виду вопрос региональной стабильности, примирения в регионе в целом, об этом у нас в стране услышишь не так часто, но меня это мало беспокоит. Я буду и дальше двигаться по этому пути, потому что считаю такую политику правильной, единственно верной на пути достижения желаемого результата. А результат – это лучшее будущее и лучшая жизнь для народа Сербии. Последний вопрос от нашего зрителя Стивена. Гордитесь ли вы собой своими достижениями? Мой самый жесткий критик – это я сам. Я постоянно занимаюсь самокритикой. Но я продолжаю трудиться, отдавать всего себя тому, чтобы добиться чего-то ради блага страны. осудить о том, удалось мне это или нет, должны другие, а не я сам. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!